Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. И вы, конечно же, видели название ролика, но давайте немножко потомим вас, поддержим, так сказать, интригу и посмотрим. Попробуем угадать, что же у меня в этом пакетике. А в этом пакете у меня самый лухарный тон из последних новинок. Это тон от бренда Christian Laboutin. Посмотрите, какая красивая упаковка, такая красная, как подошва их знаменитых туфель, которых у меня нет. И сегодня мы будем обозревать этот лухарный, шикарный, надеюсь, не зря купленный за бешеные деньги тон. Оттеночек у меня 25NW Sand Nude. Здесь 30 мл, и он, честно говоря, такой весистый, очень-очень тяжелый. Годен до 08-26 года. Страна производства Италия. После открытия срок годности 12 месяцев. И тон нам обещает, судя по описанию, дышащее высокое покрытие. 24 часа комфорта. Блин, каждый раз тональные обещают нам 24 часа комфорта, стойкости, носкости и прочего-прочего. Но давайте честно, кто из вас носит тон 24 часа? Кто, в принципе, носит косметику 24 часа? Мне кажется, это делают только периодически блогеры в качестве, так сказать, эксперимента, чтобы протестировать эту самую косметику, которая обещает держаться 24 часа. Так, ну, ни одному человеку обычно, обычно не надо. Хотя у меня есть, конечно, клиентки, которые ходят с макияжем, могут ходить и двое, и трое суток. Я это никогда не одобряю. Всегда им говорю, что так делать нельзя ни в коем случае. Ой, я его открыла с попки. Как-то странно он лежит. Это же, по идее, верхушка. Вот название Лабутен. Это верхушка. Мне так его уложил, видимо, консультант. И вот он. Прекрасный, восхитительный обитатель этой коробочки. Посмотрите, как это красиво. Это выглядит просто невероятно роскошно. Упаковка выше всяких похвал. А какая у них рекламная компания. Я в каких-то антипокупках уже восторгалась ею, как шикарно это все выглядит. Эти свочи на ногах, когда ты вообще не можешь определить, подойдет тебе оттенок или нет. Но так красиво, просто персик. Вау, невероятно. Ну и да, это выглядит очень лухари. Это выглядит так, что хочется этим пользоваться. Просто вот так умазываться каждый день. Насколько это изящный, красивый, дорогой, очень тяжелый флакон. Ну что же, мы можем приступить к нанесению. И я буду наносить на одну сторону лица вот таким вот чудесным спонжиком от бренда Шик. А на вторую сторону лица я буду наносить своей любимой кистью от Пони Ромы. Это фетиш 1F. Потрясающая кисть. Меня спрашивали в комментариях, отличается ли она от кисти от Шик. Да, очень сильно отличается. И Шик я больше использую для нанесения контуринга. Это, кстати, тоже чудесно с этим справляется. Вот. А вот это вот для тона прям любимейшая моя кисть. Мне еще одна такая нужна. Долго я жадничала на покупку этих кистей. В итоге купила и не жалею ни капли, просто ни копеечки потраченных денег. Мне не жалко на этих кисти. Вот так вот на руку я себе выдавила это средство. Пахнет оно, надо признать, таким, знаете, мощным бабулиным парфюмом. Ну такой прям тяжелый запах. И я такие запахи не люблю, но прям очень яркая парфюмерная отдушка. Лучше бы либо какой-то свежий был запах, либо вообще ничем бы не пахло. Было бы чудесно. Давайте начнем с кисти. И начинаю я, как обычно, с периферии лица. Подтягиваю это все к центру потихонечку. Ну что же, что можно сказать? Вот у нас есть первый слой такой, да, покрытие. И покрытие достаточно красивое. То есть оно вроде бы и вполне себе плотное, да. Ну то есть это нелегкое покрытие. Это такое среднее. Возможно, если наслоить, то будет еще плотное, да, покрытие. И, ну вот здесь вот у меня покраснение. Оно так неплохо перекрылось с первого раза. Да, я думаю, что сейчас вторым слоем еще лучше перекроется. И я не назову этот тон матовым. Возможно, из-за того, что мы наносили кистью. Но он для меня все-таки ближе к естественному финишу. То есть это, может быть, вот этот люминус мат, это как раз имеется в виду естественный финиш. То есть он и не заматирован наглухо, но при этом и не блестит, как те же кушаны от Lianesh, да, к примеру. От которых прям все вот так вот блестящее, влажное, как будто мокрое лицо. Нет, здесь такой очень естественный формат. То есть какие-то места подсвечены очень естественно, да, при этом не гиперсвечение. Но такое красивое, натуральное ощущение на лице. Мне все еще не нравится запах, я его чувствую. Я надеюсь, что он подвыветрится, потому что если этот запах я буду чувствовать на протяжении ближайших, как бы, нескольких часов, а то и целого дня, то у меня просто заболит голова. Я себя зазнаю, и вот это вот неизбежно. Давайте сейчас нанесем вторым слоем, да, вот на эту сторону лица. А потом уже спонжем нанесем на вторую сторону лица. Я, кстати, сейчас его еще немножко приближу, чтобы нам посмотреть. Вот, да, лицо чистое, без тона. Вот лицо с тоном. Но мне кажется, что выглядит достойно, выглядит вполне себе естественно, натурально, красиво. Но насколько это стоит вот этих вот семи с лишним тысяч, это я пока вообще не уверена, да. Ну да, красивый финиш, все отлично, но стоит ли платить такие деньги? Об этом мы узнаем чуть позже. Я нанесла уже чуть быстрее, да, второй слой тона. И я могу сказать, что он действительно такой, ну, full coverage, да. Ему далеко до тона, к примеру, Limbo's, да, который мы с вами пробовали не так давно, который там просто капля перекрыла все в усмерть, вообще все лицо. Здесь более естественный финиш, но при этом действительно покрытие достаточно плотное. Он может перекрыть и вот покраснение, да, но я его уже почти не вижу. Неплохо с ним справилась при этом, что это там свежее, да, какое-то воспаление, которое я сегодня утром, естественно, надавила. Мне же делать больше было нечего. И я вот смотрю на стык, да, со своей естественной кожей. Я не вижу, знаете, тонные вот тоналки, как раньше он был, такой тяжелый тон, да, его прям видно, как будто сейчас штукатурка отвалится. Нет, такого эффекта нет, но при этом я четко вижу, насколько здесь вот, ну, вот эта естественная кожа, и здесь, насколько все это перекрыто прям вот очень хорошо, да, по пигменту все отлично, по нанесению все замечательно. Пока у меня есть претензия к запаху и к цене, ну, о ценообразовании мы поговорим попозже. Давайте теперь на вторую сторону нанесем спонжем, посмотрим, будет ли разница в нанесениях, насколько, чем лучше все-таки наносить, и будет ли разница в финише, потому что бывает такое, что тон один и тот же, да, вы наносите спонжем или кистью, и смотрится он по-разному. Итак, первый слой нанесен, ну, естественно, так как это спонж, это чуть менее экономичное нанесение, да, потому что спонжик вот сейчас съедает, и это более естественное нанесение, потому что, конечно же, мы все это втаптываем, да, спонжем, и наносится все тоньше, более полупрозрачно, более натурально, более естественно. Кисть, конечно же, наносит плотнее, поэтому, к примеру, для жизни, да, я бы наносила спонжем скорее, а если это какое-то мероприятие или это какая-то съемка, либо это съемка модели, либо у клиента, там, не знаю, концерт, выступление, какая-то премия, не знаю, вечер важный, где ему нужно выглядеть идеально в объективах камер, я бы использовала нанесение кистью, потому что оно чуть более плотное, а выглядит все равно очень красиво. Но здесь у нас пока только один слой, мы сейчас нанесем второй слой и уже посмотрим, да, сравним окончательно оба варианта, чем стоит наносить, чем не стоит. С другой стороны, вы знаете, наносить вот этот тон на ежедневную, словом, там, основу, носить просто как для себя, если вы любитель лухари, если вы можете себе позволить такой дорогой тон, то, пожалуйста, никто не может вам этого запретить, да, но просто вот, ну, нанося спонжем, сейчас вот нанеся вот так, я не вижу разницу с какими-то другими классными тонами, которые мне также очень нравятся. Мне нравится тон от Герлен, он, правда, сейчас тоже дорогой, но я его покупала не за такие безумные деньги, как он сейчас стоит. Мне очень нравится тот же Limbos, и он тоже подешевле, а его можно купить еще, если там дождаться скидку на бренд, еще дешевле. Плюс есть всеми любимый, там, Estee Lauder Double Wear, который также плотный, не стоит таких огромных денег, и который спонжем вы нанесете, да, меньше его потратите, он более плотный, то есть там больше пигмента. То есть я пока, пока не вижу какого-то прям финиша, ради которого стоит бежать сломя голову, покупать за вот эти огромные деньги этот тон. Это просто такая вот, на данный момент в моей голове, это такая вот хотелка, которую я закрыла, который, да, очень дорогой, очень лухарный, очень красивый внешний, который, да, красиво сидит, но потенциально не стоит таких гигантских денег. Да те же тона от Chic, последний этот Velvet Cover, я очень его люблю, у меня уже почти все закончились, которые у меня были, нужно будет докупить в работу еще. Я их тоже обожаю, и они также прекрасно сидят, и вот нет гигантской разницы в них, так что, ну, пока несколько сомнительно, а тут еще вот этот запах меня прям добивает, вот меня так раздражает, я сижу и вот чувствую, вы не чувствуете, вы просто смотрите, как это выглядит, а я чувствую еще этот запах, и думаю, ну, зачем, зачем за такие огромные деньги такая отдушка? Я не понимаю. Ладно, хорош бухтеть, просто как старая бабка какая-то, надо наносить второй слой спонжем. Второй спонж, второй спонж слоем нанесен, второй слой спонжем нанесен, и да, это красивое покрытие, да, оно выглядит прям замечательно, и мне в целом нравится и то, и то. Более матовый эффект, кстати, получается от спонжа, оно так, знаете, подвбивается в кожу, и действительно, ну, вот более вот эта матовая составляющая, она просачивается, поэтому мне скорее все-таки больше нравится кистью, потому что больше вот этого подсвечивающего эффекта, но в целом оба варианта хороши, и тем, и тем. Там спонжем, естественно, более расточительный, да, посмотрите, сколько он продуктов питал, а за такие деньги жалко немножко, хотя, ну, на кисти тоже остается продукт, но спонж, конечно, побольше у вас его заберет. С другой стороны, ну, чего его жалеть, там, 30 миллилитров, если у вас несколько тональных, и вы еще и не каждый день краситесь, и вряд ли вам нужно прям какое-то невероятно плотное покрытие, чтобы там, знаете, полтюбика сразу на себя вымазать. Нет, поэтому, ну, оно будет расходоваться в стандартном режиме, так что тут можно особо и не жалеть, да, подпотраченного средства. Итак, проверяем тон через 4, получается, часа после нанесения. Выглядит он чудесно, никуда не подскатался, все красиво сидит. Претензий у меня нет, блестеть он никак излишне не начал, вообще не начал блестеть. Друзья мои, я уже подсняла кусочек со стеллари, и теперь я хочу вам показать, как носится тон. Времени прошло очень много. Я закончила полвторого нанесения полностью макияжа, ну и, соответственно, минут на 40 раньше я закончила нанесение тона. То есть где-то в районе, там, без 10, без 15 часа, вот так вот. Сейчас уже 8 вечера, а это значит, что прошло много времени, пока я ношу тон, и пройдет еще больше, потому что у меня еще несколько дел впереди. И я вам могу сказать, что выглядит он замечательно. Он никуда не завалился, не провалился ни в складочки, ни в морщиночки, ни в поры, никуда ничего вообще не произошло. Появился легкий-легкий такой блеск немножечко, но и вот еще 2 часа назад его не было. И, ну, он совсем не критичный, знаете ли. Вообще, мне кажется, его заметно только вот под такой яркой лампой, под которой я сижу. А в целом, да, в жизни его не видно. И выглядит все очень красиво, выглядит достойно. Тон прям проходит тест-драйв на ура. Но я все еще недовольна его ценой. Хотя запах, кстати, я перестала чувствовать где-то через полчаса, после того, как я уже там нанесла остальные продукты. То есть они как-то все это подспрятали под собой. И все стало выглядеть и пахнуть нормально. Вернее, перестало пахнуть вообще, что приятно. Но цена меня все еще его не устраивает. Я думаю, что мы с вами сделаем еще один такой тест с этим тоном. Еще один день я его поношу. Посмотрю, потому что надо будет понять, не высыпет ли там на что-нибудь, знаете, иногда после тонального. Даже с прекрасным покрытием может высыпать какие-нибудь там внезапные прыщи. В общем, на утро я посмотрю, завтра его еще поношу, потещу. И тогда мы уже сделаем какие-то финальные выводы относительно этого продукта. Ну что сказать, мои дорогие, мои любимые. Прошло уже несколько дней, как я тестирую этот тон от Кристиана Лабутена. Ношу его на протяжении 5-го, уже 5-го в данный момент дня, не снимая практически. Ну, стараюсь носить в течение всего дня, вечером смывать, чтобы смотреть, как кожа на него реагирует, как вообще ощущения от него, чем его лучше наносить, чем хуже. И у меня сложилось определенное о нем мнение. Сейчас все расскажу. Первый день вот я его носила, я ходила там, встречалась еще со знакомыми, и мне все сделали комплимент, что как красиво я выгляжу, какой у меня прекрасный макияж. И мне кажется, что тон сыграл немаловажную роль в этом, потому что лицо действительно было такое прям выровненное, такое не матовое, а вот прям как фарфоровая кожа, да, прям как фотошопом так прошлись, и все, все сгладили, все красивенько стало. Но на второй день я уже носила его в один слой, и все последующие дни я тоже носила в один слой. Но вот на второй день я нанесла его, получается, спонжиком, а остальные дни мне было лень мочить спонжик, и я наносила его кисточкой. И использовала я для нанесения вот подобные кисти. То есть наносила такими круговыми движениями. У меня несколько таких кистей, сейчас они все у меня в тоне от лабутена, потому что я коплю много кистей, а потом иду все это мыть, а не мою по очереди каждый раз маленькими кучками. Такая я ленивая жопа, извините. Вот, и я наносила вот такими вот кистями, и мне тоже очень понравилось, как смотрится тон. Сегодня в очередной раз он нанесен подобной же кистью, не этой, но кистью такой же формы. И мне тоже все безумно нравится. Он классно сидит, он не подчеркивает никакие шелушения, ничего там не закатывается в морщинки, в порочки, не заваливается. Все отлично с этим тоном, все замечательно. Меня порадовало, что за несколько дней носки у меня не появились никакие высыпания на коже, потому что на самом деле, если мне тон не подходит, у меня кожа быстро реагирует, и высыпают какие-нибудь прыщи, подкожники и прочая ерунда. Здесь же все было отлично. Один прыщик у меня вылез, и я такая, это, наверное, тон от лобутена, но потом носила еще несколько дней и решила, что нет, все-таки это не он, потому что больше ничего не вылезало. В общем-то, тоном я довольна, как вы можете понять. Он красивый, он отлично выглядит на коже, все с ним замечательно, наслаивается, прям все прекрасно, все зашибись, кроме двух фактов, которые я уже озвучивала. Первый, это, конечно же, запах, мне не нравится запах, я не могу с ним смириться, но меня радует то, что он выветривается, вы не чувствуете его в течение всего дня на своем лице, то есть вы его нанесли, и минут через там условные 30 вы уже не почувствуете никакого запаха постороннего, да, от своего лица. То ли принюхиваетесь, то ли он пропадает, мне кажется, он выветривается, потому что я бы этот ужасный запах продолжала бы ощущать. Но посмотрите, какой шикарный флакон, как это замечательно, да, это прям восхитительное произведение искусства. Но, вот, да, второй недостаток, это цена. Я понимаю, что цена все-таки состоит больше не из того, что внутрь налита, а из того, как это все выглядит. Это красиво, это дорого, это тяжело, это тяжелое стекло, это вот эта красивейшая надпись, да, логотипчик Кристиан Лобутен, это вот эта вот крышечка в виде такой короны, все это, ну и, собственно, имя Кристиан Лобутен дает такую цену. Он стоил 7600 рублей, по-моему, он стоил. По-моему, такая была цена. Капец, как дорого, просто жесть, ну это ужасно, ужасно дорого. Это цена ЦУМа. Я его просто нигде больше пока не видела в продаже. Говорят, мне кажется, я уже упоминала об этом видео, что он появится в Литуале, и там, возможно, будут действовать еще какие-то скидки, акции, можно будет применить купончики, промо-кодики, там, какие-нибудь накопленные баллы, бонусы, и сэкономить на Лобутене, если оно вам, конечно, надо. То есть, если вы думали не в вопросе цены, а в вопросе качества, то качество у него отменное. Мне очень понравилось. Единственное, я бы рекомендовала не определять по сводчам в интернете, потому что вот эти сводчи на ногах, это очень красиво, это шикарная рекламная кампания, но вы по ним просто не определите, какой оттенок тона вам нужен. И вот этот даже я выбирала в жизни, да, мне все понравилось, я его очень быстро себе подобрала, но в один слой все отлично, все классно, но если я его нанесу в два слоя, то уже хочется, чтобы тело было более загорелое, поэтому в два слоя я смогу его носить только летом, но не буду, потому что кто летом носит сильно плотный тональный, там же все пропадеет, нафиг. Не суть. Суть в том, что если деньги не играют роли, и вы хотели этот тон, и думали, какой он по качеству, то да, он классный, можно его взять. Но если деньги важны, да, если это приоритетный вопрос в выборе какого-то ни было косметического средства, то, конечно, я не могу вам его рекомендовать, потому что я уже упоминала, есть гораздо более бюджетные продукты, которые стоят полностью своих денег, и которые отлично носятся, тот же Шик Вельвет Кавер. Идеальный тон, очень красивый, я прям от него без ума. Чуть-чуть, ну, не чуть-чуть подороже, но в два раза дешевле, чем этот тон Би-Би от Доктор Джарт. Мои любимые тоже, я их обожаю, они потрясающе носятся, очень красивые тональные, с ними все восхитительно. А это красивая и очень дорогая игрушка. Сейчас у меня из дорогих тонов есть вот Герлен, который я покупала не за такие бешеные деньги, но сейчас он стоит семь с лишним тысяч, вообще это просто, просто взрыв мозга. И вот этот за 7600. Я планирую дальше из дорогих потестировать Ля Мер. Да. Я не знаю, куплю я его или нет, это пока есть только в моих планах, но если я куплю себе Ля Мер, это будет вообще самый дорогой тональный, который будет в моей коллекции. И то, если я его куплю, я его куплю в Литуале с какими-нибудь бонусами, и он наверняка будет еще, блин, дешевле, чем вот этот тон от Кристиана Лабутена. Но мы потом посмотрим. Пока это самый дорогой красавчик, который есть в моей коллекции, который куплен, к сожалению, по полной цене, потому что в ЦУМе нет никаких акций, бонусов и прочего, прочего, прочего. Если вы уже тестировали этот тон, обязательно пишите свои впечатления в комментариях. Если вы не тестировали этот тон, тоже пишите, если вы только его хотите протестировать. Все равно пишите в комментариях. В общем, все пишите, что хотите. Мы с вами там его хорошенечко обсудим. И не забывайте, конечно же, про лайки, подписки, вообще комментарии, телеграммы, инстаграммы, в общем, про все не забывайте. Я вас очень прошу, везде подпишитесь. Для вас это минута времени. Мне очень приятно, очень полезно для канала. Так что не поскупитесь минуточкой одной. Потрудитесь везде там подписаться, все полайкать и прокомментировать. А мы с вами скоро увидимся. Пока-пока. Муа!